Ребята, всем привет! С вами Сергей Калиниченко. И сегодня я поделюсь с вами некоторыми своими советами для тренировок в зале и борьбы на соревнованиях. Приятного просмотра! Значит, первое. Всегда хорошо разогревайся. Твоя разминка может дать тебе до 30% улучшения результата, так как твой организм, твои мышцы, связки, сухожилия будут готовы к работе. Плюс ты минимизируешь возможность травмы, так как они станут эластичны и никогда никого не слушай. Делай хорошую разминку. Второе. Никогда не занимайся по программе чемпионов. 95% что она тебе не подойдет. И ты себя погубишь. Теми весами, какие они поднимают, теми упражнениями, которые они делают, они дошли к этому всему с более простых упражнений. И чем более проще будет твоя тренировка, тем лучше результаты ты будешь получать. И ты себя не загоняешь. Еще лучше, чтобы какой-то тренер написал тебе одну программу, по которой ты сможешь заниматься полгода. Это будет очень большой плюс, если ты не будешь гнаться за чемпионами, за их тренировками, а пойдешь своим путем. Третье. Бороться за столом ты можешь хоть и три раза в неделю. Но только это должна быть отработка движения, отработка техники, а не полноценная борьба. Так как если ты будешь бороться на 90%, на 85% три раза в неделю, то ты просто себя загонишь в перетренированность и в хроническое воспаление твоих связок и мышц. И очень надолго выпадешь с нормальных тренировок. Четвертое. На соревнованиях не смотри борьбу других спортсменов. Ты должен следить только за теми, с кем тебе бороться. Так как это заберет у тебя силы и энергию. Ты проанализируешь борьбу своих спортсменов, тех, с кем тебе придется бороться. Ты узнаешь, куда они борются, как они борются. Но если ты будешь смотреть соревнования, ты до своей категории можешь перегореть. Пятое. Работа с резиной грузит наши связки и сухожилия так же, как и борьба. Поэтому ты не должен часто использовать резину в своих тренировках. Это должно быть раз в неделю или раз в две недели. Это касается сильной нагрузки с резиной. Какую-то закачку, отработку ты можешь делать. Но с резиной ты должен быть всегда поосторожнее. Шестое. Чтобы стартануть первым на соревнованиях, ты должен стартовать с расслабленных пальцев. То есть это у нас как происходит. Мы выполняем захват. Пальцы у нас полурасслабленные. На команду Ready, на R мы стартуем пальцами. Мы их зажимаем. А на Go уже идем всем корпусом. То есть на R у нас пальцы зажимаются на максимум. Уже импульс пошел. А на Go мы уже заряжаемся и боремся. Go. И у нас получится очень быстрый старт. Это нужно отработать на тренировках. Значит, седьмое. Борьба в связке. Если ты борешься верхом, ты должен сделать так, чтобы твоя связка была чуть-чуть послаблена. Чтобы у тебя было место для небольшого разгона и можно было пройти наверх. Как это сделать? Первое. Это когда вас связали, ты просишь, чтобы тебе чуть-чуть попустили. Второе. Это когда вас начинают связывать, ты кисть чуть-чуть держишь подсогнутой. При этом ты прижимаешь связку. И когда вам выровняют кисти, твоя сторона, твоя связка, твоя связка вот воно затянута. Ты опускаешь и она чуть-чуть попускается. И у тебя будет место для старта. Ну, если ты борешься в крюк, то проси, чтобы потуже затянули. В принципе, все. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. И если он зайдет, я еще расскажу вам о некоторых своих секретах при подготовке и борьбе на соревнованиях. А пока подписываемся, ставим лайки. Всем пока. 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 Пока.